Всем привет, с вами Алекс и сайт rempc.by В этом видео хотелось бы рассмотреть новости по Red Dead Redemption 2 Несколько часов назад состоялся релиз, поэтому давайте смотреть, что уже сейчас известно на данный момент Приступим! Также хотел сказать, что в описании будет ссылка на сайт denuo.net Который предоставляет качественные недорогие оффлайн активации Или аккаунты аренда, как в случае с последней Call of Duty В общем, чтобы по дешевке поиграть в различные новинки То же самое, скорее всего, будет и с Red Dead Redemption 2 Поэтому не забывайте, denuo.net, игры по дешевке, ссылка в описании Итак, приступим! Сейчас, конечно же, разберемся, будет ли взлом, есть ли онлайн-привязка И какая там привязка вообще, какая вообще защита Сейчас все скажу, но для начала Были ли какие-то критические ошибки, баги на старте, Red Dead Redemption 2 на ПК? Да, действительно были Часть игроков столкнулась с тем, что игра неожиданно закрылась Ошибка была, не запускалась, у кого-то была бесконечная загрузка Там говорила о нехватке свободного места То есть что-то было, да, но каких-то катастрофических проблем не было То есть это что-то точечное, что будет исправлено Кому-то помогало отключение антивируса Кому-то какие-то файлы удаляли А кто-то даже запускал на каких-то слабых конфигурациях Поэтому я тоже сделаю тест на различных конфигурациях Чтобы вы знали, на чем можно поиграть чуть позже Плюс не забывайте, ссылочка на тест уже каких-то конфигураций есть в описании И там же буду добавлять различную информацию по тому, когда будет взлом и так далее Все в описании, не забывайте Теперь давайте по защите, какая есть в игре Онлайн-привязки и так далее А дальше по производительности еще скажу пару слов Значит, есть онлайн некая привязка Но частичная То есть игру нужно один раз запустить Войдя в игру, вы можете вообще отрубить интернет и играть сколько хотите Но если вышли с игры, при повторном входе Опять нужно, чтобы был интернет и вы были авторизованы в лончере То есть есть частичная интернет-привязка Пока предполагается, что взлом вполне себе будет Но не ясно когда То есть пока это все дело будет изучаться на релизной сцене и так далее Я слежу за всей этой информацией и вам обязательно скажу Поэтому не забывайте ставить колокольчик, чтобы новое видео по игре вы не пропустили А то Ютуб такой Ютуб, некоторые даже не видят Иногда самые такие вот острые, жареные темы, новости, которые выходят и хочется знать быстрее всего Далее, что любопытно, в игре используются DirectX 12 и Vulkan DirectX 11 нет вообще То есть на семерке можно, конечно же, поиграть тот же Vulkan на Vulkan Но опять же тогда вступает сюда в дело видеокарты, которые поддерживают Vulkan А вы знаете, как по примеру предыдущих Оффенштейнов Видюхи не все поддерживают Vulkan А некоторые кривовато работают Но зачастую Vulkan это, конечно же, огромная производительность И очень все стабильно и классно Поэтому проблемки все равно смогут возникнуть Я посмотрю, на каких ПК и видеокартах вообще запускается все это дело Потому что достаточно необычно Но они, видимо, знали, что делали DirectX 12, если правильно прикрутить Это, конечно, повышение производительности Vulkan на нормальных новых видюхах Тоже все замечательно Не забывать, нужно, конечно же, обновлять софт Vulkan Потому что из-за этого иногда бывают проблемки Я все покажу и расскажу в следующих видео по тестам Ну и давайте теперь немного о производительности На чем можно вообще поиграть, запустить У вас на протяжении всего видео Мониторинг был с системой FX8320 E-PRO с разогнанной 1060 на 6 ГБ видеокарта Значит, это видео предоставлено каналом Железный Тест Ссылка в описании Значит, что мы можем видеть Изначально производительность вполне себе нормальна Но даже Full HD здесь вот на этой системе 1060 на 6 ГБ не тащит То есть игра сама по себе, как вот, говорю, как есть Сама по себе не требовательна будет RDR 2 То есть можно будет запустить даже на каких-то более слабых системах Но в плане того, если вы захотите увидеть действительно приятную картинку И все эффекты того, что здесь намутили разработчики Всевозможные тени очень крутые То есть объемистость То есть, ну, масса-масса всего То вам нужно будет очень серьезная видеокарта На 1066 ГБ вы сможете поиграть на высоких только, ну, может, в 720p То нужно будет что-то подоткрутить, чтобы таких 30-40 кадров хотя бы было Потому что здесь вот мы с вами еще посмотрим Ну, то есть, ну, никак На высоких только, ну, до 15-20 производительность падает Вот здесь мы можем видеть даже до 60 и выше 60 фпс Но здесь Full HD, все на минималках И по-другому никак То есть в 1060 вы только на минималках можете получить хороший фпс Для более хорошей графики нужна серьезная видеокарта И в том числе проц Вы видите, как здесь он задыхается FX просто умирает под 100% Долбится вообще никак Все, дальше ждите тестов Сделаю какое-то более подробное тестирование на видеокартах более слабых С вами был Алекс и сайт rempc.by Не забывайте подписываться и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать важные и интересные видео С вами был Алекс и сайт rempc.by Спасибо за просмотр